Всем привет! Меня зовут Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. В преддверии 1 сентября 2023 года, то есть начало учебного года, в регионах России стартовали массовые рейды госавтоинспекции. В каких же направлениях будет работать ГИБДД в ближайшую неделю? Первое направление – это работа с школами. То есть в этот период, в конце августа 2023 года, автоинспекторы будут посещать как школы, то есть учебные заведения, так и детские сады. Сотрудники ГИБДД совместно с представителями органов местного самоуправления проводят обследование образовательных организаций перед новым учебным годом. В частности, инспекторы проверяют, во-первых, схему безопасного пути дошкольников и школьников, наличие актуальных паспортов дорожной безопасности, наличие информационных стендов для родителей, наличие дидактического и игрового оборудования для проведения полноценных занятий с детьми на тему дорожной безопасности. Кроме этого, автоинспекторы принимают участие в школьных собраниях, в ходе которых они в очередной раз напоминают и родителям, и детям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, которые напоминают о необходимости вместе с ребенком, особенно это касается первоклашек, совместно, неоднократно пройти по безопасному маршруту дом-школа-дом, то есть, чтобы ребенок понимал, где ему переходить дорогу, где можно пройти безопаснее и так далее. Кроме того, автоинспекторы, как обычно, напоминают о необходимости в осеннее время для детей использовать световозвращающие элементы на одежде, на рюкзаках, на обуви, то есть, в темное время суток ребенка должно быть издалека заметно и видно. Второе направление деятельности – это проверка уличной дорожной сети вблизи образовательных учреждений. В этом направлении основными выявляемыми недостатками чаще всего являются нарушение установки и эксплуатации дорожных знаков, отсутствие либо износ дорожной разметки, отсутствие искусственных дорожных неровностей, то есть лежачих полицейских. Следующее направление – это проверка школьных автобусов. Автоинспекторы проверяют как техническое состояние, так и документацию, а также проводят профилактическую работу с самими водителями, которым предстоит перевозить школьников. Что касается технического состояния и оснащения, в первую очередь, автоинспекторы обращают внимание на исправность рулевого управления и тормозной системы, наличие тахографа, наличие огнетушителей и аптечек на борту школьного автобуса, состояние светового оборудования, то есть приборов освещения автобуса, а также износ шин. Соответственно, если выявляются какие-либо отклонения, то такой школьный автобус не будет допущен до эксплуатации. Следующее направление – это непосредственно 1 сентября 2023 года дежурство постов ДПС будет максимально приближено к образовательным учреждениям, то есть будут проводиться рейды, в том числе и на пешеходных переходах. Кроме того, на близлежащих к школам и садикам пешеходных переходах будет дополнительно организовано пешее дежурство сотрудников госавтоинспекции. И еще одно направление – это во всех регионах России. Уже сейчас, в конце августа, стартовали массовые рейды ГИБДД по выявлению нарушений как среди водителей, так и среди пешеходов. В первую очередь это касается правил пересечения проезжей части по пешеходным переходам, то есть выявляются как нарушители среди взрослых и детей, которые являются пешеходами, которые пересекают дорогу в неположенном месте. С другой стороны, выявляются водители, которые не предоставляют преимущества детям и взрослым на пешеходных переходах. Кроме того, второе массовое нарушение, которое сейчас выявляют в регионах – это правила перевозки детей в автомобили. Я напомню, на сегодняшний день, согласно действующим ПДД, ребенка до 7 лет в автомобиле можно перевозить только в детском удерживающем устройстве, то есть в автокресле. Если же ребенку от 7 до 11 лет, то на переднем сидении автомобиля его также можно перевозить только в автокресле, а вот на заднем сидении для этой возрастной категории можно использовать как автокресло, так и штатные ремни безопасности автомобиля. Подобные рейды уже активно идут во всех регионах. К примеру, у нас в Татарстане операция ГИБДД под названием «Внимание, дети!» в этом году проходит с 21 августа по 10 сентября 2023 года. С целью восстановления навыков безопасного поведения детей на дорогах с 21 августа по 10 сентября в Татарстане проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Перед началом учебного года возле школы и детских садов автоинспекторы проверяют состояние уличной дорожной сети. Особое внимание уделено техническому состоянию школьных автобусов. А с 1 сентября посты ДПС будут приближены к образовательным организациям. Обращаясь к водителям, призываю соблюдать скоростной режим, особенно вблизи детских учреждений и пешеходных переходах. Пристегиваться ремнями безопасности и перевозить детей только в автокреслах. Уважаемые родители, ежедневно объясняйте ребенку, что дорога не прощает ошибок. Личным примером показывайте ему строгое соблюдение ПДД. Изучите с ребенком безопасный маршрут «Дом-школа-дом». Пройдите этот путь вместе. Я напомню, что за непредоставление преимущества пешеходам водителям грозит штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. За нарушение правил перевозки детей грозит штраф в размере 3 тысячи рублей. Кстати, если вы хотите экономить на своих расходах на автомобиль, в том числе получать кэшбэк 5% за оплату штрафов ГИБДД, оплату проезда по платным трассам, платную парковку в Москве, оплату полиса страхования в Тинькофф Страховании, а также автоуслуги и автозапчасти и максимальный кэшбэк 10% за каждую заправку своего автомобиля, по ссылке под этим видео вы можете заказать себе автомобильную дебетовую карту Тинькофф Драйв. Лично я по такой карте ежемесячно получаю кэшбэк от 2 до 3 тысяч рублей. Сейчас для новых клиентов банка действует особое и интересное предложение. Все подробности и ссылку я оставлю в описании. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Рекомендую всем в этот период в преддверии учебного года быть за рулем особо внимательными и помнить о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Желаю всем безопасных дорог и всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова